Ой, радуйся, земля, Сын Божий, народився! Рождественские колядки – неотъемлемая составляющая кубанской культуры. В отборочной части принимали порядка 20 солистов и коллективов. Четыре из них вышли в финальную часть. Организаторы говорят, что одна из задач была раздвинуть временные рамки Рождества. Все святки шли отборочные туры. Мы себе ставили целью, чтобы объединяло как раз самое дорогое, что есть в сердце каждого кубанца. Это православная вера, православная культура. Именно вокруг этого, чтобы мы все сплотились в рамках программы управления воспитанием, которая в городе действует, которая говорит о том, что мы все должны объединиться для воспитания школьников. И культура, и молодежная политика, и образование. Я думаю, это получилось. Это великое дело быть верующим человеком, знать о Христе, следовать Его повелениям, Его заповедям, следовать вслед за Ним всю свою жизнь. И вот свет рождественской звезды нам указует этот путь. Морола из Витязева. Ее дочь Полина учится в первом классе. В школьной постановке танцует в роли Ангела. Мама довольна тем, как она выступила, и фестивалем в целом. Конечно, полезно. Сами все это проходили, каждый фестиваль, каждый конкурс, мы везде участвовали. Вероника из гимназии Эврика. Она готовится к выступлению в составе сводного хора. В нем участвуют как ученики, так и учителя. Песню «Ангелы и надежды» разучили специально к фестивалю. По словам девочки, принимать участие в нем интересно. Потому что это как бы такое рождественское что-то. Рождество – это рождение Христа, это очень такой праздник хороший. Организаторы говорят, что выбирать лучших было достаточно непросто. В городе развита система дополнительного образования. Ребята поют, танцуют. В холле выставка работ. Вот, пожалуй, самый знаменитый евангельский сюжет выполнен в самых разных техниках. Помимо этого есть рисунки, поделки из природных материалов. Это фестиваль, который всплотит всех участников образовательного процесса в плане духовного воспитания детей. И, конечно, мы не говорим только здесь о православии. Мы говорим вообще полностью о духовном воспитании. И вот этот фестиваль – одна из ступенек к этому направлению. Организаторы планируют сделать фестиваль постоянным, постепенно увеличивая число участников. Тем более, что потенциал для этого есть.